Привет! В мире существует огромное количество диет. В последнее время становится очень популярна кето-диета. Основная задача кето-диеты перепрограммировать обмен веществ так, чтобы организм извлекал энергию не из глюкозы, а из жиров и не только тех, которые поступают с пищей. Соответственно, в рационе практически нет углеводов, привычных нам каш, круп и все продукты содержат максимальное количество жира. Мне стало интересно, и я решила приготовить несколько блюд по кето-диете. Первое блюдо – куриная грудка в сливочном соусе. Я взяла одно филе куриной грудки. По условиям кето-диеты птицу желательно готовить с кожей. Готовить ее буду в сливках, у меня 20-процентные. Кето-диета рекомендует брать сливки еще большей жирности 30-33. К сливкам добавила немного натертого сыра чеддер. Зеленый перец чили очищаю от сердцевины и семян и мелко режу, отправляю к сливкам. Также в соус добавляю немного сушеного чеснока, соль и щепотку тмина. Заливаю соусом куриное филе и ставлю в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Через полчаса в форму для запекания добавляю брокколи, у меня замороженное. Брокколи или цветная капуста, это основной гарнир на кето-диете. Сверху посыпаю натертым пармезаном и запекаю куриную грудку с брокколи еще 10 минут. Второе блюдо рулет из скумбрии. Сначала готовлю ингредиенты для начинки. Мелко режу красный сладкий перец. Тонко нарезаю оливки без косточки. Выпотрошенную, хорошо промытую и обсушенную скумбрию разделяю на филе. Аккуратно прорезаю острым ножом и отделяю филе от основной кости. Пинцетом удаляю все мелкие косточки, чтобы в готовом блюде они нам не попадались. Филе скумбрии слегка присаливаю и посыпаю белым молотым перцем. Перекладываю на лист фольги, в которой буду запекать рулет. На филе выкладываю тонкие ломтики сыра. Посыпаю нарезанными оливками и красным сладким перцем. Выкладываю слой креветок. Еще раз посыпаю перцем оливками, закрываю сыром и вторым филе рыбы. При помощи фольги сворачиваю тугой рулет. Запечатываю с боков и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку запекаться на 40-50 минут. Сначала рулет остужаю при комнатной температуре, потом выдерживаю в холодильнике минимум ночь. После этого рулет разворачиваю и нарезаю ножом на ломтики. Подается закуска холодной. И третий рецепт кето-бургер. Для бургера беру говяжий фарш. У меня постный. Для кето-диеты мясо желательно брать более жирное. К фаршу добавляю черный молотый перец, паприку, соль, копченую паприку и немного сушеного чеснока. Фарш хорошо вымешиваю и формирую бургер. На разогретую сковороду наливаю оливковое масло и выкладываю готовый бургер. Блюда на кето-диете чаще всего обжаривают не только на большом количестве оливкового масла, но и с добавлением сливочного, что я и делаю. Добавляю сливочное масло. На несильном огне жарю бургер примерно 3 минуты. Переворачиваю на другую сторону, обжариваю примерно минуту и выкладываю сверху два ломтика сыра чеддер. Сковороду накрываю крышкой, готовлю две минуты и бургер готов. Также для кето-бургера я взяла ломтик мясистого помидора, мякоть спелого мясистого авокадо при помощи ложки вынимаю из кожуры и ножом режу на ломтики. Так как в кето-диете не используется хлеб, то бургер я буду заворачивать в лист салата айсберг. В лист вниз кладу ломтик помидора, уже обжаренный готовый кето-бургер и сверху ломтики нарезанного авокадо. Закрываю края листа салата и кето-бургер заворачиваю в небольшой кусок бумаги для выпечки. Вот такие три блюда у меня получились и жду вашего мнения и комментариев.